Великое Отечественное Великое Отечественное Важный аспект проблемы – нехватка персональных сведений о погибших. Для определения точной цифры предстоит огромная работа. Необходимо проанализировать разные источники и определить методику подсчета потерь мирного населения. Ведь данные сегодня разнятся от 13,5 до 17 миллионов погибших. В настоящее время историки пользуются цифрами, полученными в конце 80-х годов, я подчеркну еще раз, не в годы современной России, по статистике Госкомстата СССР, когда проводилась комплексная работа по уточнению числа людских потерь Советского Союза. Каким образом они вычислялись? Была посчитана численность населения на июнь 1941 года и на 31 декабря 1945 года. Числость населения на 31 декабря 1945 года определена была в 170,5 миллионов человек. Таким образом, сколько составляет у нас общая убыль населения? Несложно посчитать. 37 миллионов 200 тысяч человек. Вина за эти потери, конечно, лежит на Германии, как на агрессоре, безотносительно того, как эти люди погибли. Стали ли они, погибли ли на фронте, стали ли жертвами прямого геноцида или умерли от резкого ухудшения условий жизни в тылу. Однако, почему мы не используем цифру 37,5? Потому что мы исключили тех, кто умер бы за эти 4,5 года своей естественной смертью. В 2020-м Российское историческое и Российское военно-историческое общество выступили с совместной инициативой создать мемориальный комплекс в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами геноцида. В ходе заседания губернатор Ленинградской области предложил создать подобный мемориал в Гатчинском районе. В годы войны там находился концлагерь, где нацисты держали детей в качестве доноров крови. При отступлении все следы были уничтожены, а часть детей, которые были здоровы, они были вывезены в Германию. Остальных детей уничтожили, и мы до сих пор не знаем, какое количество детей было уничтожено. Но правду узнали, потому что часть детей была закрыта в одном из подвалов этого лагеря, их не успели уничтожить. И как раз эти дети были первыми свидетелями той страшной трагедии, которая происходила в этом концентрированном лагере. В будущем этот мемориал могут включить в туристические программы, чтобы при посещении Санкт-Петербурга и Гатчины туристы не только знакомились с культурными достопримечательностями мирового значения, но и узнавали страшную правду о войне. Нам надо объединить усилия и исполнить, что называется, свой долг памяти, попытаться подвести и цифровые итоги потерь мирного населения в стране в войне. И, конечно же, сделать все возможное, чтобы имена этих людей, погибших от того или иного воздействия оккупантов, чтобы имена оставались в нашей исторической памяти. Цифры, которые здесь сегодня упоминали наши коллеги, это цифры 26,6, из них примерно половина – это мирное население. Вот мы живем с этими цифрами. Нам надо, мне кажется, не меньше десятилетия, чтобы всю эту большую базу документальную оцифровать, вложить в систему, компьютер использовать, информационные технологии. И вот только тогда мы сможем окончательно более-менее точно сказать, что вот столько у нас было жертв оковаться на войны. В ближайших планах российского исторического общества немало и других важных юбилеев. Уже в этом году предстоит отметить 60-летие первого полета человека в космос, а также 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Кроме того, в скором времени свет наконец увидит долгожданный трехтомник по истории Севастополя. Это первое фундаментальное издание по истории всего юго-западного Крыма с древнейших времен до наших дней. Аналогов ему нет. Работа над монографией началась еще в 2018 году при поддержке Фонда истории Отечества. Над ней трудились лучшие ученые Севастополя, а также из других регионов страны. Уникальные и малоизвестные факты из истории полуострова впервые собраны под одной обложкой. Куратором проекта стал Институт российской истории РАН. Впрочем, это издание не сугубо академическое. Оно адресовано всем, кто интересуется историей Крыма. В ближайших планах РИО также крупные международные конференции. Одна из них соберет учителей истории из разных точек земного шара. Новые методы преподавания и основные концепции обсудят сотни педагогов. С 4 по 7 октября в Москве по инициативе Российского исторического общества и Российской ассоциации учителей истории пройдет первый всемирный конгресс учителей истории. Ожидается, что в нем примет участие более 700 педагогов из стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. В истории по-прежнему немало трудных вопросов. Казалось, что еще на Нюрнбергском процессе в летописи преступлений против человечности была поставлена точка. Однако на деле они продолжаются. Теперь во главе с американской коалицией в Сирии. Выставка, которая открылась в Доме Российского исторического общества, собрала наглядные свидетельства. Она подготовлена неправительственной организацией Фонд исследования проблем демократии. Большинство этих людей убеждены, что американцы это делали специально, чтобы нанести ущерб, естественно, в инфраструктуре. Причем, понятно, это удары и по больницам, это удары по школам, это удары по частным домам, по инфраструктуре, по электрическим линиям и прочее. В основе экспозиции материалы собраны фондом по результатам опроса более 200 мирных сирийцев. А также многочисленные фотографии, сделанные по горячим следам. Все это в очередной раз подтверждает факт неоднократного нарушения прав человека со стороны международной коалиции, возглавляемой США и террористами, которых Штаты весьма активно спонсируют. Со времен вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак мир стал свидетелями огромного числа трагедий. В этом большом и многостадальном регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, население узнало цену демократизаторам. Жертвами стали многие сотни тысяч мирных жителей этих стран. Проект показывает события в Сирии, что называется, от первого лица. И актуальность его объясняется проведением масштабной информационной кампании по обелению действий коалиции. Количество собранных материалов настолько велико, что представить их в рамках одного выставочного проекта не представляется возможным. Поэтому накопленные сведения собрали под обложкой одноименной книги. Служба информации Фонда История Отечества. Фонда История Отечества. Девушки отдыхают. Фонда История Отечества. Продолжение следует...